Я вас любил. Как выяснилось, Артур Смоленинов не только актер талантливый, но еще и хороший чтец. В Оренбурге он презентовал проект, посвященный поэзии, интерес к которой, по мнению артиста, неуклонно снижается. Суть его в том, чтобы привлечь внимание молодых, привлечь просто их внимание к поэзии. Московскому артисту вторят и оренбургские писатели. Поэзия, как жанр литературы, причем жанр непростой, все меньше привлекает юные умы, да и не только юные. Если в эпоху Рождественского, Евтушенко и Вознесенского стихи были настоящей отдушиной для читающего населения, то теперь максимум зачастую это то, что рекомендовано школьной программой. Говорят, молодежь не читает. А что люди старшего поколения у нас сегодня, активные читатели, хочется спросить. Набрал человек багаж в студенчестве, в школе, и с ним пошел по жизни. К сожалению, практически ничего не пополняет. Впрочем, даже то, что по идее должны изучать в школе, не всегда остается в багаже человека. Как часто бывает, прошли и забыли. Вот как-то надо, может быть, перестроить программу с прицелами, добавить факультативы в дополнительных занятиях. У нас сокращают часы по литературе, а ведь это самое преступное занятие. А вот знаменитый оренбургский писатель и журналист Сергей Хомутов уверен, поэзия – это жанр, увлечься которым против воли никак нельзя. А потому томик стихов под мышкой – это для единиц читателей. Если верить Бродскому, в его Нобелевской лекции прозвучала такая цифра. Он сказал, что во все времена на земле поэзии интересовались и читали 1% населения. Это, наверное, определенное состояние души, определенное количество людей, которые этим увлекаются. Что касается качества современной поэзии и, так сказать, ее литературной ценности, то вопросы здесь тоже возникают. Сергей Хомутов стоял у истоков создания премии «Оренбургская калоша», которую вручают за самые странные и непонятные стихи. С добрым утром, добрый город, новых радостей, тревог. С добрым утром, шум и шорох, растревоженных дорог. С добрым утром, щебет птичий, звонкий летом и зимой. С добрым утром, глаз синичий, любопытный и живой. Быть поэтом, это значит тоже, если правды жизни не нарушить, рубцевать себя по нежной коже. Конечно, свои Пушкины и Гумилевы появляются раз в поколение. И чтобы распознать юный талант, в некоторых школах даже проводят поэтические вечера, основная задача которых – познакомить и заинтересовать ребят хорошими стихами. Некоторые из них уже и сами пробуют писать. Сидишь в любом месте, просто идешь даже по улице, и какие-то строки, и ты такая, о, это можно зарифмомать, и все, и ты идешь, 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 и у тебя получается стих. Электрификация, масштаб всероссийский, чистка во всероссийском масштабе. Кто-то даже, чтобы избежать переписки, предлагал сквозь землю до важных тонок. Наверняка в этом потоке речитатива не каждый узнает текст классика отечественной поэзии Владимира Маяковского. Переложение известных и всеми любимых стихов на бит и исполнение в стиле рэп нынче в моде. К тому же, чем не популяризация поэзии? Кстати, и сами исполнители стихи пишут весьма неплохие. Изначально рэп в одном из источников трактуется как аббревиатура, которая расшифровывается с английского как ритмик American Poetry. Очень много поджанров, в которых, несомненно, есть лирика. Взять того же, допустим, места из наших представителей. Это Баста, очень сильная лирика, ну и такая попа больше, но речитативная. Есть Асай, есть группа Триада, это очень сильные лирики. Пожалуй, массовые чтения на площадях и стадионах в нынешнее время явление единичное. Наверное, только Вера Полоскова собирает полные залы. Сейчас, чтобы увлечь человека поэзией, нужен креативный подход, уверены эксперты. Тот же рэп или телепроекты вроде кинопоэзии. Но интерес к стихам, хоть и не то, что раньше, все же остается. И процитировать отрывок из условного Пушкина соотечественникам труда не составит. Виталий Сапожников, Владимир Семенов. Наше время.